Минск, улица Энгельса, дом 27. Сегодня здесь вторая городская клиническая больница, а в годы войны именно на этом месте располагался особняк, в котором проживал Вильгельм Кубе. Гауляйтер Беларуси руководил еврейскими гетто и концентрационными лагерями. Он приложил руку к убийству сотен тысяч мирных жителей, за что на него была объявлена настоящая охота. Операция по ликвидации Кубе получила название «Возмездие». Решено было выйти на кого-то из обслуги Кубе, чтобы тот и заложил мину, либо убил генерального комиссара Беларуси при помощи яда. На Елену Мазаник сначала вышла Надежда Троян от одного из разведывательно-диверсионных отрядов. Условие Мазаник было таково, что она совершит требуемое, но при условии, если обеспечат выход из города семье ее сестры и если ее саму выведут из города. Дальше на Мазаник вышла Мария Осипова. И в итоге именно она передала Мазаник и магнитную мину, и яд. Елена Мазаник устроилась в особняк Кубе в начале лета 1943-го. Она знала толк в домашних делах, ведь до войны успела поработать в столовой совнаркома БССР. Всегда услужливая, исполнительная, она стала личной служанкой супруги Гауляйтера – Аниты. В ночь на 21 сентября 1943-го года Елена запустила часовой механизм «Мины», рассчитанный на 24 часа. Почти сутки она носила на себе устройство, которое могло взорваться в любой момент. Стоит этот дежурный офицер в коридорчике, ход в спальню, ход на кухню, ход наверх, вниз, везде. Я подошла к этому офицеру и говорю, господин офицер, а вы, наверное, кофе сегодня не пили? Да не за что. Я говорю, идите, дом наугасает вас кофе. А дом мне поварик обещал, что я дам пять марок за это, что наугасите офицера. Почему? Я говорю, да это мой кавалер, знаешь. Ну что, тут все, надо было ухо отпустить. И он согласился пойти вниз туда, чтобы выпить кофе. В этим временем я летела пулей в спальню. Мазаник заложила мину под пружины матраца, после чего Мария Осипова, Елена Мазаник и ее родственники были вывезены из Минска, а затем самолетом отправлены в Москву. Ну а после войны, после войны судьба Елены Мазаник сложилась так, что замуж она больше не вышла, но она получила образование в высшей партийной школе, закончила Минский педагогический институт, и в 1952-1960 годах была директором фундаментальной научной библиотеки Академии наук в Беларуси. Умерла она в 1996 году, так до конца жизни, и не зная, что вдова Вильгельма Кубы Анита Кубы писала ей и не раз письма о том, что она ее прощает. В октябре 1943 года девушек, которые уничтожили Гауляйтера, наградили званием Героя Советского Союза. В Германии же их объявили личными врагами рейха. Я присутствовала, когда были банкеты, давал Кубы. И когда собирались главары, которые ездили на эти операции, которые уничтожали, жгли деревни, жгли людей, он собирались, выпивали шнапс, и он Кубе говорил, вот Ганс хорошо провел операцию. Ни один человек из деревни не бежал, у всех они там сожгнули. А вот Фридс, Кужа, там убежали. Удалось убежать, не все погибли. Так скажите после этого, что можно было питать к этим людям? Что? Убивать. Убивать, как бешеных собак.